здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на своем канале зайцева валентина сегодня видео посвящено очистки палитры этой палитре но я не знаю уже наверное неделя то есть и многие краски высохли но многие еще живые такие вот тягучие но их можно использовать вот моя мой бы такой большой минус моя слабо страна я не могу чистить палитру после сеансов не могу мне кажется я буду писать там спустя час или там на следующий день максимум в итоге потом это палитра лежит неделю нужно писать заказ или еще что-то и вот в общем в таком состоянии краски выбрасывать жалко дорогие краски да сегодня я хотела написать вот тот вот заказ он сейчас у меня в акриловом подмалевки нравится мне последнее время писать заказы на подмалевках акрилов быстрее сохнет мне кажется и быстрее получается вот ну чтобы написать ее нужно палитра в общем видео сразу предупреждаю не для слабонервных у кого с психикой проблемы пожалуйста выключите это видео потому что уже это пройденный этап уже все это проходилось люди смотрят пугаются в шоке в обмороке падают пишут злобные комментарии зачем как так в общем вот я предупредила чтобы у нас не повторилось старой истории слабонервным пожалуйста отключитесь сейчас я буду чистить палитру не в мусорку она картонки такие небольшие работы будут у меня у меня и перед глазами вот какие-то вот фотоматериалы ну буквально вообще вот открыла вот 1 попавший сюда в пинтересте страничку с кораблями и вот сейчас буду смотреть на них но в основном конечно все будет уже так из головы ладно давайте поехали я не буду это видео затягивать потому что нужно писать заказы быстро быстро работаю сейчас моя задача почистить палитру вот от краски недельной давности видно да как вообще вот уже все схватилась краска но внизу она еще мягкая то есть тут нужна такая сила прям богатырская чтобы ее размешать и привести в какой-то такой к однородной консистенции конечно небольшие комочки какие-то вот такие вот они будут они будут на картине но скажу сразу что ни одной пределы так скажем грубо не не было у покупателей то есть они считали что это так ну должно быть конечно знающие понимают что краска скорее всего была не первой свежести но те кто разбирается в живописи и ее вот использовали уже так чтобы вот использовать поэтому мастихином добавляю льняного масла чистого льняного масла без всяких распавителей лаков чтобы избежать запахов такими быстрыми движениями на работу не больше десяти минут пятнами заполняю все пространство на картонке турецкая губа в чистом виде несколько мазочков положу ее извиняюсь если слышно мое дыхание тяжелое после болезни я все еще не восстановилась поэтому вот давно не было видео ну вчера хотела вчера снять видео вопрос ответ может сегодня останется время и я сниму но вчера я его хотела снять пока ребенок был на робототехнике и я забыла ключи дома муж в общем ушло на почту два там два часа простоял что как-то неудачно ему пошел и я тоже час просто и просидела машине возле дома пока ждала его в общем и так и не сняла видео вот хотела снять судьба распорядилась иначе уважаю людей которые после работы чистят палитру себя я пока приучить к этому не могу было несколько раз было что я вот ее чистила но в основном все таки я эти краски засушиваю такая получается работа полуабстрактная из-за этого даже уже хочется свежей добавить но нет меня сейчас задача использовать все что есть на палитре без добавления свежей краски свежая краска пойдет у меня на заказ на заказную картину быстро накидала фон буквально за пять минут и теперь уже какие-то небольшие детали это будут у нас намеки на луну на кораблик постоянного стихин вытираю чтобы не случилось грязь покупает ли эти работы до покупают и в россии по россии покупают потому что их цена у меня совсем небольшая и за рубеж покупают соотношение примерно 50 на 50 то есть 50 процентов у меня покупается работ так скажем цивильных которые я пишу свежими красками и 50 процентов вот эти вот миниатюрки из наличия ну и опять повторюсь ни разу никто мне не написал почему так написано почему краска такая комочками местами объемная я всегда стараюсь на фотографии показать как работа выглядит вблизи обязательно снимаю видео чтобы человек сразу же видел что к нему придет без какой-либо обработки дополнительно фотошопе все как оно есть так человеку и приходит сейчас такой вот намек корабль что-то сказочное мистическое выходящие из-за облаков там делаю краску чуть пожиже маслом торцом мастихина процарапываю вот эти вот направляющие горизонтальные совсем совсем краска мертвая друзья думала чуть получше будет но нет вот и смотрите вот недели всего краски она такими ошметками такими прям слоями высохла то есть и это я писала тоже на чистом масле без добавления каких-то добавок хотя я не скажу что у нас прям сухой сухой воздух доме намек на флаг в общем скорее всего я буду оптимизировать эту работу по абстрактной живописи ну конечно будет присутствовать что-то типа корабль или ночь но в основном упор сделаю на абстракт арт что-то такое можно еще повыше делать вот эти штучки может быть намек на каких-то птичек и еще люблю очень вот такие вот звездочки добавлять все совсем что сказочно так получилось ладно все думаю не стоит больше этой работе уделять времени можно поставить подпись и перейти к описанию следующий в планах сегодня закончить три работы вот на акриловой подмалевки но не знаю все хочется что-то где-то добавить вот к миниатюру давайте к следующий перейдем сейчас у меня на палитре много желтой краски ну кстати вот этот я наверное даже использую в работе вот сегодняшняя вообще не схватилась немножко бежевой телесной зеленая более-менее живая поэтому ну что напрашивать цветы напрашиваются накидаем какие-то цветы синего вот не хватает пожалуй чуть-чуть я добавлю на палитру синего не может работа быть только на теплых цветах всегда какой-то там реклеек или задний план должен включать в себя синий оттенок такими вот смелыми масочками дальний план я делаю задний план на переднем это зелень она уже будет более теплая с желтым ну что там у кого-то сердце кровью обливается напишите ваше впечатление да конечно можете писать что хотите я читаю все комментарии и доброжелатели и недоброжелателей как бы высказаться конечно в праве каждый более если этого душа просит так что пишите друзья надо как-то канал все равно мне продвигать хоть какими комментариями быстрый экспрессивный фон и сейчас поверх него цветочки положим так конечно уже совсем совсем таки ошметки краски но я все равно раздавлю мастихином оранжевый он всегда плохо сохнет вообще как новенький добавлю его и продолжу переднем плане более крупные цветы более прописанные а дали будет совсем вот такими точечками масками ну и посмотрите палитра уж практически у меня очищена вот то что я и добывалась получилось это клубы рефлекс там глубине сделаю это же конечно картину я буду оптимизировать по абстрактной живописи абстрактные цветы так на живопись так ну что тут у нас еще красненький так ребенок тут маленько иди ко мне дорогой не бойтесь экспериментируйте особенно если эта краска пойдет мусорку попробуйте возьмите картонки загрунтуйте их акрилом пару слоев и смело посмешиваете прямо на работе возможно сами удивитесь от своего результата огромное спасибо кто скидывает мне свои результаты по мастер-классам и отмечают мне в соцсетях очень-очень приятно ну вот все на эту работу у меня ушло еще меньше времени сейчас я вам покажу исходник на который я так поглядывала конечно это не он лучше конечно перед глазами чтобы хоть какой-то эскиз хотя бы был когда вы что-то начинаете делать хотя я часто сама грешу просто из головы что-то там пишу и получается в принципе неплохо все сейчас поставлю подпись кисточка распушилась вот мне лень взять и открыть вот наборчик с алиэкспресс мне пришел тоненький тоненький кисточек какой-то старющий пушистый подписывают в общем такая вот импрессионистическая работа так писала я вот по этому референсу ну далеко до от оригинала все таки спасибо большое за внимание буду ждать ваших комментариев злобных не злобных что хотите буду всем рада пока пока пока